Глава Тувы Шалбан Караул подписал постановление о дополнительном материальном обеспечении в размере 60 тысяч рублей ветеранам Хуемежи Республики. Постановлением правительства Тувы от 16 августа 2017 года утверждено положение о дополнительном материальном обеспечении исполнителей горлового пения Республики. На данный вид выплаты могут претендовать деятели культуры и искусства, достигшие 60 лет и соответствующие одному из следующих критериев. Это выступление на сцене более 20 лет, преподавание горлового пения не менее 5 лет, вклад в общественно значимые исследования в области горлового пения, то есть участники международных межрегиональных симпозиумов и или выступавшие с научными докладами и лекциями. Кандидаты выдвигаются организациями культуры и искусства, творческими союзами и общественными объединениями. Данные материалы, согласно положению, направляются в Министерство культуры Тувы с 1 по 30 сентября календарного года. Решение по поступившим материалам принимается после рассмотрения на заседании коллегии Министерства культуры Тувы. Дополнительное материальное обеспечение выплачивается однократно Министерством культуры региона в соответствии с государственной программой Республики Тува развития культуры и туризма на 2014-2020 годы. И о курсах валют. Доллар стоит 58,53 рубля, евро – 70,43 рубля. Далее наша постоянная рубрика «Гость в студии». Ведомственным приоритетом на 2017 год для Министерства культуры Тувы стал проект «Культурный человек. Культурное общество». Его главной целью станет повышение бытовой культуры населения Республики. О культуре и поведении в театре, домах культуры и концертном зале мы сегодня поговорим с заместителем директора по зрительской службе Национального музыкально-драматического театра имени Кукула Майи Мингенуловной Жамс. Здравствуйте. Здравствуйте. Майя Мингенуловна, до открытия очередного театрального сезона еще далеко, однако послезавтра, 1 сентября, в День исторической памяти туинских добровольцев, у вас намечен показ драмы.